Дамы и господа судьи, пожалуйста, занимайте рабочие места. Мы готовы продолжить соревнования. Открой Енисейскую Сибирь. Край уникальной географии и удивительной природы. От заснеженных склонов и бескрайних степей на юге до суровых пейзажей тундры и Арктики на севере. Снежная, яркая, дикая, но всегда очаровательная. Открой свое сердце Сибири. Открой Енисейскую Сибирь. Личный юридический консультант в энергетике для вашего бизнеса. Не знаете, как разобраться с подключением своих объектов к электричеству? Огромные суммы в договорах на подключение? Не тратьте время и деньги впустую. Доверьте это нам. Специалисты Энергоальянса сделают все грамотно и быстро. Составят необходимые документы и согласуют выгодные условия договора. Экономия средств и времени в 4 раза. Впечатляет юридический консалтинг в энергетике Энергоальянс. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Для зрителей расскажу, что нас ожидает категория Wellness в двух номинациях до 166 сантиметров роста и свыше. Давайте сверим наличие всех судей. Под номером один работает судья международной категории, категория Elite Pro, Калюк Александр, президент Федерации бодибилнга Казахстана. Под номером два Мирослав Кисиль, представляющий Новосибирский регион. Мирослав, мы тебя ждем. Под номером три Хайкин Александр, международная категория, представляет Татарстан. Под номером четыре Магусат Ивана, международная категория Elite Pro, Москва, Гришевова, Россия, международная категория, профессиональная категория Elite Pro, Санкт-Петербург, Юсупов Игорь, судья первой категории, президент Федерации бодибилдга Ямал-Ненецкого автономного округа. Под номером семь судья всероссийской категории и международной категории, Проспорякова Наталья, президент Федерации бодибилдга Тюменской области, заслуженный мастер спорта. Под номером восемь представитель Томской Федерации, президент Томской Федерации, судья всероссийской категории и международный Шишкин Дмитрий. Под номером девять руководитель азиатского отделения IFBB, наш гость из Киргизии, международная профессиональная категория Виталий Кожухов. Судья под номером десять, международная категория, профессиональная категория Артем Гвозденко, Республика Адыгея. Меня зовут Корнюхин Дмитрий, у меня международная категория, я представляю Москву. Главный секретарь сегодняшних соревнований Наталья Михайлова, член Президиума Федерации бодибилдинга России, генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России. Главный судья сегодняшних соревнований Денис Капустин, президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, судья международной категории, профессиональной категории Elite Pro. За сценой сегодня работает и на сцене Дмитрий Козенков, наш топовый судья, который лучше всех разбирается со спортсменами на сцене, помогает ему Рената Валетова. Это тоже лидеры нашего судейского корпуса российского. Ну что ж, мы готовы продолжить соревнования. Сейчас нам предстоит судейство категории Wellness, и мы ожидаем на сцене категорию. Итак, дорогие зрители, мы продолжаем нашу трансляцию Siberian Power Show 2023. И перед нами на сцене следующая номинация. Номинация Wellness Fitness. Ростовая категория до 166 сантиметров. 11 участниц. 11 участниц данной ростовой категории. И я объявляю девушек по порядку номеров. Номер 98. Красникова Ирина, Алтайский край, номер 99. Антайщук Виктория, Красноярский край, номер 100. Комарова Екатерина, Вологодская область, номер 101. Сичкова Марина, Иркутская область, номер 102. Августинович Алена, Московская область, номер 103. Мацакова Мария, Новосибирская область, номер 104. Михайлова Арина, Тюменская область, номер 105. Белинская Кристина, Москва, номер 106. Морозова Яна, Москва, номер 107. Чайка Кристина, Москва, номер 108. Чистилина Мария, Москва. Одной участницы нет на сцене, получаю сейчас информацию, поэтому у нас небольшая техническая пауза. Мы ждем, ждем выхода участницы на сцену. И, в принципе, будем готовы к сравнению. Участницу, вот сейчас я получаю информацию, мы не ждем. И продолжаем без нее, к сожалению, для этой участницы. Велнос-фитнес. Что можно сказать про эту номинацию? Девушки, скажем, обладающие большей мышечной массой, чем номинация фитнес-бикили. Спортсменки, которые выступают в этой номинации, обладают более атлетичной внешностью, более выраженной мускулатуры у девушек. Тем не менее, женские пропорции, женственность, узкая талия, все здесь так же, как и в номинации фитнес-бикини, приветствуется и имеет место быть. Сравниваются пропорции. Конечно, в данной номинации тренировочному процессу с отягощениями девушки уделяют больше времени, чем, например, номинация фитнес-бикини. По, скажем, выраженной мускулатуре визуально видно, что работа идет в зале с такими достаточно серьезными рабочими весами, тому уделяется много времени. Также идет работа над качеством мускулатуры. Мы наблюдаем сейчас, разумеется, ту форму, которую спортсменки привезли к нам в результате нахождения долгое время на диете в ограниченном количестве калорий, с повышенными кардионагрузками и так далее. Соответственно, также смотрится качество мускулатуры, смотрятся пропорции, смотрится общая гармония мускулатуры, потому что, конечно, занимаясь в силовом стиле, задача и развить мышечную массу, и не потерять вот некую женскую эстетику. Соотношение, красоту мышц, красоту бедер, красоту ягодиц, красоту спины. И это очень тонкая работа, в которой необходимо, скажем так, найти себя, найти свой стиль, найти свое тело. Кстати, очень часто возникают вопросы у людей, которые не являются, скажем там, профессиональными экспертами о том, насколько татуировки на теле могут влиять на расстановку мест, насколько это плохо или хорошо, потому что сейчас очень популярно, и многие спортсмены у нас выходят с татуировками, тут два момента. Первый, прежде всего, татуировки можно замазать, и в случае, если вас что-то смущает, то существует специальный грим, который их скрывает. Но если у вас татуировки в незначительном объеме на теле присутствуют, и не мешают оценке вашей фигуры, то никакого понижения балла за это нету, и потому можно смело сделать себе одну, другую, третью татушку, и вместе с ней благополучно соревноваться. Итак, девушки выходят на сцену с дефилем. Показывают свои пропорции, качество, харизму, грацию. Посмотрите, как в девушках прекрасно сочетается развитая мускулатура и женственность, пластика женщины и женщины. И потому, конечно, мы наблюдаем такой сплав серьезного тренировочного процесса и красоты с эстетикой. Также у каждой девушки свой образ, свой купальник, по оригинальности отличающийся от других. сценический стиль. Конечно, также идет работа с хореографом по постановке сценической работы. Обратите внимание, какие проработанные бедра у Марии. Их симметрия, качество и общий вид на фоне фигуры, конечно, тоже особо оцениваются. Как отделяются ягодичные от бедер. Скажем, не капли лишнего жира на теле, только исключительно качественная мускулатура. Вообще, развитые бедра в данной номинации это одна из таких приоритетных зон. И сейчас, на самом деле, в целом в мире очень популярны женские номинации, в которых преобладают развитые бедра. Когда у тебя мышечное бедро, когда это сочетается с фигурой, то, конечно, это создает определенный образ для спортсменки, для девушки. Это смотрится. Это красиво. Здесь, главное, общая гармония с фигурой. Напоминаю, что перед нами номинация wellness-фитнес до 166 сантиметров. Впечатление, что по сравнению с номинацией фитнес-бикини девушки двигаются более более ускоренно, более энергично. Здесь число участниц, конечно, меньше, чем в номинации фитнес-бикини. Причина, я думаю, ясна. Тренировочный процесс здесь должен длиться энное количество времени. Здесь необходимо набрать большую мышечную массу, чем в номинации бикини. Это требует большего времени. И, как правило, отсюда вытекает, что число участниц сокращается. Конечно, труд, работа, конечно, необходимость много заниматься. Это тоже определенный критерий, который не все вывозят, скажем, на жаргоне, и далеко не все в эту номинацию готовы выйти. Ну, давайте смотреть на участниц, на участниц, давайте смотреть на пропорции, на соотношения. Давайте делать свои выводы. выбирать наиболее подготовленную участницу. Хочется сказать, что, конечно, у четверки, которая стоит перед нами, у всех очень хороший уровень подготовки. Жесткий, проработанный верх, объемные бедра, круглые ягодицы. хорошие пропорции у девушек. Смена. Смена участниц местами, частая процедура, когда судьи, в принципе, не закончили свое сравнение, есть вопросы, то, как правило, спортсмены просят поменяться местами. и еще один раунд сравнения проводится соответственно. Велнос фитнес. Хочется сказать, что соревнования у нас начались в 10 утра по красноярскому времени. Идут в очень хорошем регламенте. Никаких перебоев. Номинация фитнес-бикини в принципе у нас практически завершила свое выступление. Остается только абсолютное первенство, которое, насколько я знаю, будет сегодня, чуть позже. Идет определение, будет ли сравнение еще. Разумеется, что сравнение еще будет. У нас выходит следующая группа спортсменок. Встает по порядку номеров на центр сцены. очень высокая активность в зале, очень высокая активность на экспо. Очень много людей сегодня. Уже не первый раз комментирую данное мероприятие. Хочу сказать, что разумеется, раз от раза популярность Сибириан Пауэр Шоу возрастает. За девушками сейчас наблюдает полный зрительный зал. Кроме того, что мы ведем трансляцию. Очень много болельщиков. Оценка пропорций во второй группе участниц этой ростовой категории. Спортсменки, по мнению судей, менее подготовленные, чем лидеры категории. Все спортсменки выстраиваются в линию. Сравнения завершены. Просьба еще раз улыбнуться зрителям, улыбнуться судьям. И под аплодисменты зрительного зала спортсменки удаляются со сцены. И далее мы уже будем наблюдать церемонию награждения в данной категории. Как видите, с учетом, что число спортсменок меньше, то и сама по себе время, которое они проводят на сцене, резко сокращается. Итак, следующая ростовая. А напомню, их всего две до 166 и свыше. 7 участниц заявлено в данной ростовой категории. Объявляю девушек по порядку номеров. Номер 109 Смелого Яна, Республика Саха-Якутия. Номер 110 Пелясова, Екатерина, Алтайский край. Номер 111 Воскобойникова, Виктория, Красноярский край. Номер 112 Фильмс, Алена Иркутская область. Номер 113 Савченко, Елена, Московская область. Номер 114 Исаева, Юлия, Санкт-Петербург. И номер 348 Пушкарева, Кристина, Ханты-Мансийский автономный округ Юграб. Девушки показывают дефиле. С учетом, что участниц категории немного. Это облегчает работу судьям, разумеется. И сразу же идет просмотр каждой участницы по отдельности. Выявляются сильные, слабые стороны спортсменок. Следующий участник ценовер 111. Виктория Восковойникова, пожалуйста. Напоминаю, что в данной номинации девушки демонстрируют мышечные объемы, симметрию, пропорции, качество мускулатуры. У всех спортсменок, обратите внимание, развитые бедра. Этой мышечной группе уделяется такое особое внимание. И, конечно, это будет иметь значение при оценке судей. Та девушка, которая, скажем, сумела максимально красиво и грамотно совместить в себе мышечность, эстетику и качество, ну и харизму, конечно, и будет победительницей. Делайте свои выводы. Смотрите вместе со мной. Очень много, конечно, внимания девушке уделяют образу купальникам, обуви. Все это не просто, как правило, делается все на заказ, шьется у портных. Создается целый имидж, целая, скажем так, фактура внешности. Все должно быть гармонично. Конечно, в первую очередь, судей, безусловно, оценивают мышечность. Судьи оценивают натренированность тела, качество мышечного. Но, тем не менее, конечно, при общих равных, если спортсменка у нас показывает определенный образ, то вероятность, что она в большей степени привлечет внимание судей, конечно, выше. Когда в категории, в номинации очень много участниц, по 20-30 человек, то девушка с более яркой харизматичной внешностью, конечно, приковывает в себе больше внимания, чем при тех же равных, та, которая этому уделила внимания меньше. Поэтому, если вы думаете про выступление в номинации wellness-фитнес или фитнес-бикини, у вас нет опыта, вы хотите себя попробовать, задумайтесь о том, кто вам будет такой образ создавать. Ну, вообще, скажу так, я очень много общаюсь с людьми по ходу своей деятельности. Очень много ребят, девчонок боятся выступать. Аргумент, основной аргумент, я еще не в такой форме, я еще не тот, каким бы хотел быть. И мне надо еще позаниматься. И хочу сказать, что, к сожалению, такая ошибка зачастую приводит, может быть, и не ошибка, но такая философия приводит к тому, что человек так и не выходит на сцену за всю свою жизнь. Поэтому надо рисковать. Прогресс, процесс развития, он бесконечен. И тренируясь, занимаясь, каждый год будет казаться, что вот еще и еще и еще. И поэтому сценическая работа хороша и важна на любом этапе. Вы делаете первый шаг. Главное, мое мнение, новичкам не обладать. И обладать в то же время надо излишними амбициями. Бывает, человек настраивает себя только на победу. Я по-другому не смогу. Не побеждает, расстраивается и уходит. А ведь, может быть, пара еще выступлений, и та самая победа была бы уже, как говорится, золотой ключик был бы в кармане. Но проигрывать умеют не все. Ровно как, безусловно, есть такие счастливчики, везунчики, которые, в принципе, с первого раза очень успешно выступают, показывают хорошую форму. Все хорошо по-своему, да. Но если вы, друзья, задумываетесь, если вы хотите, то надо пробовать. Мой такой вердельт. Так, давайте наградим аплодисменты всех участников и категории. Поэтому, действительно, зрители... Сравнения завершены. У нас... Спасибо, да. Спасибо большое. Завершилось сравнение в следующей ростовой категории. Wellness, фитнес. До 100... Свыше 166, простите, сантиметров. 7 участниц от выступало только что перед нами. Натуральные ингредиенты. Бережная подготовка и обработка. Полноценное здоровое питание. Для жизни, для спорта, для движения вперед. Без специального приготовления. Только вода. И эклиптика. Воздух. Сверхбыстрый результат. Говядина. Большая польза в малом объеме. Индейка. Идеальный обед. Гречка. Рис. Чистая польза. Удовольствие от спорта и здорового образа жизни. Эклиптика. Это правильно, здорово и долго жить. Чистый продукт. Счастливые люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А у нас продолжение банкета, как говорится, и сейчас Wellness будем награждать. Дарья Наварская прибежала буквально бегом, чтобы прокомментировать. Ну что ж, мы готовы участвовать в награждении. Прямо буквально одну секунду. Wellness категория до 166 сантиметров рост. И шестое место решением судей. Мария Мацакова номер 103. Мацакова Мария. Мария Новосибирская область, приехала из Новосибирской области. Какие красивые, огромные четырехглавые бедра. Вы только посмотрите, да? Четырехглавые бедра. Внутренние бедра, какая шикарная. Да, и вот девушка с номером 108. Это Чистилина Мария из Москвы. Забралась чуть выше, хотя ее ноги, честно говоря, чуть меньше. 98. Красавица. Красникова Ирина из Алтайского края. Получает Екатерина Комарова номер 100. Ну, 104, наверное, будет первый, да, я думаю. 100. 100. Вологодская область. Это Комарова Екатерина. Да, конечно, жаль, что я не успела на эту номинацию покомментировать. Да, потому что ягодичные ноги, да, и при этом тонкие талии. Это очень красивая номинация. Одна участница, одна представляет Москву, другая, семей. Итак, ставки, ваши господа. Серебро медаль. Решение судей. Да, я думаю, это будет серебро 105, золото 104. Получает участница под номером 105. Кристина Белинская, Москва. Кристина, молодец. Да. Кристина Белинская, Москва. Умница, но 104, это девушка Михайлова Арина. Арина у нас из Тюменьской области. Она очень давно выступает. Поэтому до 160. Арина Михайлова. Она была уверена в своей победе. Это действительно впечатляющие, конечно, масштабы. Я была за сценой, ребята, это, конечно, поражает. Огромные, огромные ноги. Шикарные, сочные, ягодичные. Да, тут очень важно не пересушить мышцы, чтобы они были наполнены. Девочки, поближе, ближе к центру, пожалуйста, смещайтесь. Девочки, все, кто будет смотреть. Номинация Wellness. У вас там две подружки остались за сценой. Юлечка и Кристиночка. Они передавали привет своим мужьям. Да, сказали, что их очень сильно любят. И, конечно, поддержка для нас, для спортсменок, это очень важно. Поэтому, дорогие мужчины, спасибо, что вы с нами. Поздравляем победительницу, конечно. Это невероятный труд. И здесь... Наварс, привет мне. Хорошо. Здесь, конечно, невероятный труд. Девочки, вы молодцы. Это пахота, это работа. При этом остаться женственной, с красивыми лицами, да. Это очень красиво. Масштабы впечатляют. Чемпионка, конечно, здесь, честно говоря, вот, честно говоря, вот, девочка 105-я и 104-я, они обе прекрасные. Очень мощно. При этом нормальная сухость хорошая, да, и сочность осталась. Но победительница, а это у нас, еще раз повторюсь, Михайлова Арина из Тюменской области. Михайлова Арина, она, конечно, на порядок выше всех своих соперниц. Какие красивые медали, да, какие красивые. Мне тоже такой в коллекцию хочется. Что-то я, я уж, пожалуй, пополчаюсь, поболтаю. Так. А у нас продолжается категория Wellness уже свыше 166 сантиметров. Здесь в номинации была Смелого Яна, Пелясова Екатерина, Воскопойникова Виктория, Вильмс Елена, Савченко Елена, Исаева Юлия и Пушкарева Кристина. Решение в суде получает Алена Вильмс, номер 112. Аленочка, 112-й номер Вильмс приехала к нам из Иркутской области, вот на таких шикарных ногах дошла до Красноярска, да, долетела, красавица. Номер 111, кстати, я видела вживую. Впечатляют масштабы, да, почему 5-е место, как вы думаете, почему Виктория, вот как раз 111-й номер из Красноярского края получила 5-й. А все дело в женственности, да, вот эта манера, манера аккуратно положить подарки кисти тихонечко, потому что эти номинации, они очень мощные, здесь нужно сохранить максимально женственность свою, девочки, да, мы все это понимаем. Поэтому 111-й номер, она крутацкая фигура, да, а вот не хватило чуть-чуть подачи, чуть-чуть совсем. А вот посмотрите, вот 114-й номер, дорогая Исаева Юлечка занимается в спортлайфе в город Санкт-Петербург. Видели с ней, хорошая, красавица, вот как раз она передавала привет своему любимому мужу. Это так было приятно, очень искренняя, красивая девочка, большие глаза, большие ноги, шикарная попа. А здесь еще куча спонсоров, куча спортсменов, конечно, жаль, что муж не приехал поддержать супругу свою, но все же она передавала ему привет. Привет тебе, если ты слушаешь эту трансляцию. О, Яночка Смелого стала второй серебряной, получается, да, значит, 113-й номер, это у нас Елена, Елена Савченко, молодец. Победительница и номинация Донский, 166 сантиметров плюс, становится Елена, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Якутия. О, богиня, богиня, да? Да, хотя, честно, мне, конечно, я бы за Исаеву Юлю проголосовала бы, если бы можно было что-то изменить, я бы сказала, так, дать-ка Юле золото, потому что Юлю я знаю, и Юля такая все прям тоже шикарная женщина. На самом деле, тут еще такой вариант есть в спорте-бодибилдинге, что если атлет давно занимается, он заслуженный, да, уже не один этап соревнований, поэтому, конечно, от всей души поздравляю Савченко Елена, Московская область. От всей души поздравляю тебя, дорогая. Шикарная кожа, шикарная кожа, превосходный купальник, Сваровские блестят на твоем купальнике, красивая улыбка, губы, поддача. Вот, Юль, Юль, будешь смотреть, когда, вот знаешь, что тут, что тут, вот, тут уверенность, да, такая у нее уже есть, потому что на сцену уже не первый раз, не второй, не третий, не четвертый выходит на сцену, поэтому, но ты тоже очень хороша. Мы красивые девочки, очень женственные. Девочки, вот, самое главное, мягкость, да, такими ногами надо выходить, как кошка, мягко. Потрясающие, конечно, формы. Я могу сказать вам, как человек с бывшими большими ногами, подобрать себе на такие ноги джинсы, я думаю, что это просто невероятно, конечно. Так что желаю каждому из вас своего дизайнера. Я могу сказать, что на граждении абсолютной победительницы. Ну вот, пожалуйста, абсолютная победительница, да, ее видно, вот эта вот подача. Сцена моя, вот она стоит и говорит, сцена моя, куколки, подвиньте, как это лихо. Она стоит на одной ноге, с учетом подготовки, сушки, красавица. Молодец. Вау. Ребят, да мурашек, особенно когда спортсмены действительно радуются своим победам. Я понимаю, что многие из нас уже, не знаю, в какой сотый раз, если не в тысячный, забирали уже свои золотые кубки. Но все-таки, да, победа вот этот вот, блеск в глазах, вот этот, а-ха-ха, я надрала вам. Ну, вы поняли меня, да? Либо, да, я королева, все это знают. Да-да-да, именно так. И вот уже и уйти надо тихонечко, руками не махать, так, а поцелуйчик там, да, и всем спонсорам. Привет-привет, я тут. Ну что ж, абсолютное первенство номинации. Очень здорово, девочки, я порадусь, спасибо большое. Очень красиво. Спасибо вам за то, что вы донесли свои формы, получили призы и до новых встреч. Продолжение следует... Окей, сравнение порядки номеров. Дамы, леди, turn to the right, поворот направо. Сдавайте пятерочки. Вы понимаете себя, это безумно дорогой спорт. Это дисциплина, это тренинг, питание, постоянная нагрузка на ноги, на суставы. Вот, так что давайте их поддержим своими комментариями, своими лайками. Вот, делитесь трансляцией. Да, обязательно. Да, да, кстати, спасибо, ребята, всем, кто меня тоже вместе с Дмитрием отмечают. Отмечайте нас. Да, мы тоже с удовольствием поделимся с вами. В профиле у себя разместим вас, порекламируем вас чуть-чуть. Будете тоже известными. Если вы хотите мизейности, конечно, подходите к нам и отмечайтесь. Будет вам счастье. Вот, красивые и прекрасные женщины. Да, конечно, вот эта кошка, которая стала первой в своей ростовой категории. Это, так, Тюменьская... Тюмень, по-моему, да. Да, это Арина Михайлова, номер 104. Она, конечно, красавица. Ой, какие все-таки... Я буду, если честно, я почему не сажусь в судейство, потому что... Привет! Я не сажусь в судейство, потому что, если я вдруг с кем-то встретилась до того, как он вышел на сцену, мне можно пару раз улыбнуться, и я все, я сразу же буду болеть за этого человека. Поэтому я, конечно, Юль говорю, Юль, давай, давай, вырви победу у этих куколок. Все, не нравится, как и делай, возвращайтесь в линию. Да, 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 конечно. Нужно ли делать раму дефилит? Здесь сразу очевидно, что Савченко Елена из Московской области имеет очень хорошую подготовку. Она уже в какой раз на сцене, она чувствует, что сцена ее королева. Королева, конечно. Могу сказать про партнеров турнира, про партнеров участниц. И могу сказать, это информация. Кто же будет первый, кто же будет абсолютный? Конечно, тут поддержка прекрасная. Еще раз хочу вам сказать, что это очень сложная номинация. Здесь важно, чтобы верх тела не был большим. Потому что если только начинаем качать широчайшие мышцы спину, плечи и руки, все, это уже не Wellness, это уже Women's Physique, это уже другая номинация. Я, кстати, выступала в Women's Physique. Вот, и эту пропорцию соблюсти нужно не один год. Это не один год работы, конечно. Но есть инициальная предрасположенность, когда у девочек сам по себе крупный низ. И участницей уже пригласил. Ожидаем первый вызов. Сейчас все будут оценки. И мы узнаем, кого именно пригласят для первого сравнения. Пока это происходит, я расскажу про партнеров сегодняшнего турнира. Так, дорогие, у нас тут мы тут немножечко общаемся тоже с Дмитрием. Нас очень много людей узнают по всему миру, везде. Поэтому мы тут делимся друг с другом положительными эмоциями. Это Сибирь, пауэршоп, это гарантия твоего результата. Генетикт, внутренний шоу, генеральный спонсор турнира. Второе спортивное питание номер один. Собственное производство, высочайшее качество, идеальная репутация. 10 лет успеха на рынке Российской Федерации и странах СНГ. Енисей Сибирь. Мы благодарим генерального партнера, корпорацию развития Енисей Сибирь. Это три региона, расположенные по берегам Енисея, Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Их объединяет общность истории, культуры, традиций, а также уникальные памятники природы. Также партнеры компания Bombar, Grim, компания Jantana. Ее продвигает в России Яна Смит. 19-кратная чемпионка ПРО-турниров. Самая титулованная участница российских ПРО-турниров Яна Смит-Кузнецова. Также партнеры Alfa Engineering производят комплексное снабжение нефтегазовых компаний по всей России. Клуб NRGym. Больше чем просто фитнес. Лучшее премиальное оборудование, разнообразные групповые программы. Единственное за Уралом зал 3D-сайклинга. Залы кроссфита и единоборств. Фитнес-клуб NRGym – энергия твоего успеха. Ну что ж, я хочу спросить, готов ли центральный стол для вызова лидеров этой категории? Готовы? Не готовы? Что ж ты будешь делать? Давайте тогда подскажем нашим судьям, кого из девушек надо пригласить на это первое сравнение. За кого болеет Красноярск? Подскажите, какой номер вам больше нравится? Конкуренция очень высокая у девочек. И сразу не выбрали. Четыре участницы. Номера. 100, 104, 105 и 113. Ну что ж, дамы, поздравляю вас с этим прекрасным приглашением. Поворот направо. Обязательно еще с Наденькой познакомишься, девочки. Наденька, кстати, тоже приехала. Вы помните Надю? Но это уже про. Она тоже здесь. Поэтому я вам, девочки, рекомендую обязательно общаться, дружить, советоваться друг с другом. Боже мой. Вот это да. Потрясающие ягодичные бицепсы бедра, тонкие талии, икроношенные. Еще раз хочу вам сказать, что на сцене, благодаря прекрасному освещению, зеркальному полу, девочки выглядят суше и крупнее, чем на телевидении здесь. Хотя, могу сказать вам, что телек, он все-таки увеличивает. Да, но девочки, честно скажу, вживую они выглядят круче. Если у вас будет возможность увидеть вживую эту прекрасную номинацию, подходите к ним, фотографируйтесь, пока они еще одеты. А вы, дорогие зрители, все, кто смотрит сейчас эту трансляцию, напишите, что вы думаете об этой номинации. На самом деле она очень сложная. Очень сложная номинация. Давайте по аплодисменту зрителей еще раз. Коколочки. Счастливые. О, вот это поддержка. Здорово. Здесь все хлопают, конечно, потому что это работа большая, серьезная. Здесь важно еще раз повторюсь, помимо, вернее не мимо, мимо такое слово, да? А здесь еще важно соблюсти с этой вместе мышечностью обязательно женственность, мягкость тела, да? Движение, чтобы все было нежненько и женственно. Чуть-чуть косенько сделала и все, и не вошла в десятку, да? И в пятерку, в шестерку. 111 номер, да? Чуть-чуть вот не хватило. Такая хорошая у тебя форма была, да? Но не волнуйся, не волнуйся. Кристина, тоже, если меня слышишь, не волнуйся. Твой первый выход. Молодец. Умница, что пошла не в бикини, а вышла в свою категорию. Немного мяса, сухости, и все будет хорошо. Представляете, что здесь каждая спортсменка, которая попадает в тройку лидеров, в тройку лидеров, может попасть в профессионалы и при этом оказаться в денежных призах уже с большой короной, с профессионалами за одним столом и девочке. Не останавливайтесь на достигнутом, да? Чтобы вас больше замечали. Фотографируйтесь, да? Улыбайтесь, идите сами на контакт, потому что вот спасибо, конечно, девчонки, кто ко мне подходит, да? Вот из спортсменок, еще раз отмечу, Юлечка ко мне подходила, да? Я подошла к ней за сцены, поснимать. Но в основном девчонки, конечно, все погружены в подготовку, мало общаются, да? Вот, девочка, нельзя быть такими красивыми и не общаться, это запрещено. Полнородное право. Это незаконно, конечно. Поэтому обязательно подходите сами и старайтесь со всеми пообщаться, улыбнуться лишний раз, да? Да, 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 да. Вердить не лишний. Потому что к такой большой, сильной, шикарной женщине, ну не каждая сможет, и уж не более не каждый сможет подойти. Да, а хотелось бы. Мои дорогие красавицы, ой, какие же хорошенькие. Юлечка, вот 114 номер. Так, ну давайте всех по имени, конечно, тут, чтобы никто не обиделся. Так, девчонки, красавицы. Шикарные просто женщины, шикарные. Это же столько времени, столько работы. Аплодируем и отпускаем. Так, ну приглашаем на сегодня. Спасибо, дамы, увидимся завтра. А я еще раз повторю, кто был в этих номинациях, да? Это у нас категория wellness-фитнес. Wellness-фитнес. Я расскажу про всех. Краснокова Ирина, Атащук Виктория, Комарова Екатерина, Сичкова Марина, Августинович Алена, Мацакова Мария, Михайлова Арина, Милинская Кристина, Морозова Яна, Чайка Кристина, Чистилина Мария, Смелого Яна, Пелясова Екатерина, Воскобойникова Виктория, Вильмас Елена, Савченко Елена, Исеева Юлия, Исаева Юлия, сори. Пушкарева Кристина, девочки, wellness, спасибо вам всем, кто был. Это очень здорово. Я очень надеюсь, что вас станет еще больше, потому что это зрелище. Вау, честно говоря, да? Тубикини у нас тут в ростовых по 24 человека, да? Есть вот ростовая 24. А девочек wellness так мало. Ну вот, но это очень выглядит круто, конечно, очень круто. Серьезный уровень подготовки. Всем, кто хочет нарастить ноги, все, кто смотрит сейчас трансляцию, берите пример с wellness. Уж они-то в этом знают толк.